Я вас приветствую! В этом видео пойдет речь о системах выпуска, альтернативный взгляд и подход на всю работу системы выпуска. То, что я вам расскажу в этом видео и нарисую схематически, я уверяю вас, вы нигде и никогда не слышали. В общем, 98% что вы об этом не слышали. Итак, собственно, выпуск. Я записывал неоднократно разные видео, где рассказывал о развитых системах выпуска на четырехтактные двигатели с определенной длиной и объемом трубы, про обратную волну и так далее, и так далее. Все, что я рассказывал, это актуально, и все это я прочел в книгах и в более ужатой форме рассказывал. Но все время у меня оставался один вопрос. Для меня немного было непонятно и нестыковка вопроса о обратной волне. Ну ладно, на оборотах там 100 оборотов, 500 оборотов в минуту, какая-то обратная волна, которая проникает по... То есть в одну сторону идет выпуск, потом она становится и задавливает его в обратную сторону. То есть, ну это еще понятно. Но на оборотах больше там уже там полторы-две тысячи оборотов, ну обратной волны как таковой, ну в принципе быть не может, если коллектор вообще там не задавлен, то есть в одну трубу. Но вот этот вопрос меня все время, скажем так, остался без ответа. Пока я не ознакомился с работами одного человека, его зовут Михаэль Каденаси, это француз, который жил в прошлом столетии и в 1930-е годы занимался проектированием выпускных систем на двухтактные двигатели. Ну в основном на мотоциклетные, естественно. И его основная задача была спроектировать выпуск, то есть он добивался повысить экономичность, это в первую очередь, и мощность двигателя. То есть с одного и того же объема получать больше профита, скажем так. И он сделал достаточно много патентов в свое время, но как все гениальные люди, он был отправлен в забвение, то есть потому что никому не интересно разбираться в сути происходящего. А его вот эти вот наработки, они перекочевали в четырехтактные двигатели, и многие патенты Хонды 80-х годов есть со сносками на его труды и его работы. Нарисуем простейший пример двухтактного двигателя, то есть сильно в подробности я вдаваться не буду. Вот на камеру сгорания, здесь свечка у нас будет стоять. Так, вот это будет у нас выпускное окно. Здесь у нас будет поршень стоять. Так, ну и продувочная камера. Здесь у нас будет, ну немножко неправильно я конечно нарисовал, у нас будет впуск здесь, тут еще один канал идет. Ну в данном случае не суть, в данном случае я схематически рисую, то есть тут продувочная камера и так далее. Значит, что касается конкретного выпуска, вы можете загуглить как работает двухтактный двигатель, у вас будет анимация и так далее. Ну и общая теория звучит таким образом, ну в анимации надеюсь вы посмотрели, что двигатель работает таким образом, что в момент такта выпуска, то есть весь сгоревшее топливо, выпускные газы проходят через выпуск. И потом, когда в определенный момент, когда начинается закачка в цилиндр свежего заряда, то есть цилиндр заполняет свежий заряд, частично выходит в выпускную трубу. В этом месте выхлопные газы как бы создают обратную волну, которая эту всю топливо-воздушную смесь заталкивает назад в цилиндр и происходит сгорание. Ну и соответственно настройка вот этого вот выпуска конкретно можно настраивать на разные обороты двигателя, чтобы получать какую-то отдачу либо на низких, либо на средних, либо на высоких оборотах и так далее, и так далее. Ну это если очень упрощенно сказать. Так вот, рациональный подход Михаила Каденаси заключается в том, что он описывал схему работы двигателя еще в 30-е годы двухтактного двигателя. И он говорил, что на самом деле вот это вот предположение с обратной волной и так далее, его нет и в принципе быть не может. Особенно на больших оборотах, уже начиная там с полторы тысячи это большие обороты, частота газообмена очень большая. И быть этого явления именно с обратной волной не может. Явление, которое происходит в двухтактном двигателе и в четырехтактном, но более, скажем, в... Ну не то, что в упрощенной форме зависит от фаз газоиспределения, об этом мы чуть позже поговорим. Все явление, которое происходит, заключается в следующем. Значит, кинетическая энергия выпускных газов достаточно очень-очень большая. И в момент, когда открывается выпускное окно здесь и выпускные газы выходят по трубе, то вот этого небольшого сравнительно объема или там длины трубы, которая даже вот колено выходит с мотоцикла, этого хватает для того, чтобы развивать кинетическую, использовать точнее кинетическую энергию выпускных газов, чтобы они, проходя, то есть полностью освобождая цилиндр, они проходили вперед и создавали в районе выпускного окна зону очень низкого давления. И часть топливо-воздушной смеси просто будет вылетать в трубу, его просто будет протягивать как пылесос. С другой стороны, если сделать какое-то дополнительное препятствие прямо вот на выходе из цилиндра и так далее, то это будет в свою очередь мешать и затруднять выпуск отработанных газов. И часть отработанных газов будет оставаться в цилиндре, они горячие, они будут контактировать со впускной смесью, они будут нагревать впускной заряд и, соответственно, наполнение цилиндра будет значительно хуже, будет детонация и так далее. Так вот, вся система работает таким образом, что вот вся настройка вот этого двухтактного выпуска и так далее и тому подобное. Он описывает в своих трудах следующее явление, что необходимо, чтобы соблюдалось два условия, чтобы система выпуска выполняла два условия. Ну, как бы понятно, что отвод выпускных газов и предотвратить перерасход топливо-воздушной смеси. Таким образом, что система должна в определенный момент, то есть, когда открывается выпускное окно, система должна обеспечить выход по трубе, ну, я давайте нарисую отдельно схематически, то есть, вот некая труба, то есть, должен обеспечить хороший отвод выпуска, чтобы выпускной газ, протекая по трубе, беспрепятственно покинул цилиндр, именно то количество, которое в цилиндре есть. И потом, в какой-то определенный момент, дойдя до некой точки, там, достигнув не некого предела, в районе выпускного окна, чтобы вот этот вот газ, который летит стремительно по трубе, чтобы его в какой-то момент притормозить, чтобы его кинетическую энергию немного рассеять, притормозить, и тем самым, после того, как именно объем газа из цилиндра вышел полностью, чтобы этот газ не летел дальше, создавая здесь зону низкого давления, а чтобы его притормозить немного, и чтобы в этот момент он не затягивал топливо-воздушную смесь в выпускной тракт. То, что описал Каденаси, то, что я вам только что рассказал, можно сказать, что типа, в чем разница, потому что, ну, как бы задача техническая такая же, и по описанию все работает, в принципе, так же, как и в общепринятых мировой теории, то есть с тем, что часть впускного заряда выходит в выпуск, и потом его заталкивает назад. Но разница здесь принципиальная в понимании, в понимании того, как работает вообще вся система, потому что возникание образования, точнее, обратной волны на оборотах, там, скажем, 4 тысячи оборотов, это не сверх какие-то большие обороты для двухтактного двигателя, ну, такие ощутимые, 4 тысячи. Можете посчитать, сколько на это идет, сколько времени отводится на такт выпуска конкретно, и сколько времени отводится на то, чтобы сформировать обратную волну, учитывая то, что часть газа выходит, потом возвращается назад. Там скорость получится просто мега-мега-мега большая. Физически так газ вести себя не будет. А то, что описывает Каденаси, он описывает то же самое явление, только более, скажем, понятным языком, что есть некий объем, ты в него выдуваешь выпускной газ, и потом ты должен этот газ не прямо выпустить в атмосферу, чтобы он летел и вытягивал за собой новый топливо-воздушный заряд, а ты выпускаешь его в некий объем, и его в этом объеме притормаживаешь. И дальше уже поршень пошел, то есть закрылся, выпускное окно перекрылось, и идет дальше процесс, и газ выходит на улицу. Фактически так работают все выпускные системы двухтактных двигателей. Если посмотреть, то есть от цилиндра отходит труба, скажем так, сравнительно большого диаметра резонатор, и из него, ну вот эта вот часть, мы назовем ее резонатором, да, и из него уже маленького диаметра выхлопная труба, то есть такая как поросящий хвостик, можно сказать. Ну, конечно, жаргонное сравнение, но тем не менее, для понимания. То есть можно сказать так, что вот этот вот объем резонатора заполняется с некой частотой, то есть есть выпуск, потом раз пауза, есть выпуск, потом пауза, а выходит из этого резонатора газ с более-менее, насколько, ну, по сравнению с тем, как он наполняется, с более плавной скоростью, то есть у него скорость более постоянная. Но так как в 30-е годы экономия топлива на мотоцикле нафиг была никому не нужна, поэтому все это было задвинуто в долгий ящик и было, скажем так, достались его патенты и стали изучаться, например, той же самой Хонды, только уже в 80-е годы. И все то, что описывает Каденаси, это же эквивалентно и релевантно для четырехтактного двигателя. И дело в том, что на самом деле обеспечить хорошую продувку цилиндров, например, на четырехтактном двигателе с перекрытием клапанов, сравнительно достаточно легко, и часть смеси будет просто вылетать в трубу. И все это перекочевало в четырехтактные двигатели. Только исходя из информации Каденаси, то есть в пауке развитой, которая 4.1, 4.2.1, вот этот вот момент по торможению выпускных газов, если в двухтактном двигателе на одном цилиндре выполняет вот эта система резонатор, то на четырехтактном двигателе с множеством цилиндров эту же функцию выполняют соседние цилиндры. То есть когда у тебя сделан, скажем, паук, то есть вот у тебя четыре цилиндра, у тебя выходит выпуск из четырех цилиндров, то в какой-то определенный момент, то есть их, допустим, берут и сводят в один. Так? И почему нужен равнодлинный? То есть и в какой-то определенный момент, то есть в зависимости от длины и так далее, идет выпуск, скажем, на одном цилиндре, газ проходит, проходит, проходит и выходит далее по выпускному тракту. И в какой-то момент, чтобы его затормозить именно в самой трубе, чтобы он не выдувал все, что можно из цилиндра, пока открыт выпускной клапан, начинается выпуск на другом цилиндре, где идет волна свежего выпускного заряда, ну то есть которая летит по всему тракту, он проходит и собой как бы он перекрывает, ну не то, что там совсем перекрывает, ну как бы ограничивает движение остаточных выпускных газов с соседнего цилиндра. И тем самым достигается тот же самый эффект, который описывает Каденаси. Только разница в том, что Каденаси к этому подошел более рационально, а общая теория гласит, ну скажем, общепризнанная теория, гласит о том, что здесь есть какая-то обратная волна, которая доходит аж до цилиндра. Такое явление с волной, которая доходит аж до цилиндра, может быть, если рассматривать, даже это не обратная волна, а давление с другого цилиндра, такое может быть, если рассматривать какой-нибудь коллектор, допустим, вот если у вас там 4 цилиндра, и коллектор у вас представляет собой вот такую вот трубу, то есть выпуск начинается на одном цилиндре, потом начинается на соседнем, ну и в общем газ распространяется во все стороны, в том числе и к тому цилиндру, где только что закончился выпуск. И все работы Каденаси и загвоздка вообще была в чем? В том, чтобы вот, например, на двухтакном двигателе сделать некую систему с выпуском, которая бы обеспечивала хороший газоотвод, и в то же время не расходовался бы свежий заряд в трубу, на как можно более широком диапазоне оборотов, то есть тем самым увеличить его, ну улучшить его экономичные параметры, ну мощность само собой. Потому что вот все, что выше описано, если ты сделаешь какой-то определенный, ну кто сталкивался с двухтакной техникой, тот знает, что ты можешь сделать какой-нибудь резонатор, и он у тебя будет работать, вся система хорошо, отлично, на каких-то оборотах какой-то у тебя будет пик. Но все, что ниже и все, что выше, у тебя будет, мягко говоря, очень иметь маленькую плохую отдачу. Ну и, соответственно, если ты там на более низкие обороты, на более высокие сделаешь. То же самое касается и четырехтактных двигателей. Вот эти вот все пауки, то есть пытаются оптимизировать. Так как газ, в отличие от жидкости, может занимать при одном и том же количестве разный объем, то есть он может сжиматься и так далее, систему сделать универсальной, в принципе, очень сложно. И подобрать так, чтобы работало на всем абсолютно диапазоне оборотов, потому что это зависит, например, от четырехтактного двигателя, это зависит от фаз газораспределения, от оборотов двигателя очень сильно. Но так как на четырехтактном стоят клапана, которые отсекают все явления, которые могут быть, ну то есть негативные, поэтому четырехтактный двигатель имеет более плавную характеристику, нежели двухтактный. В общем, на этом у меня все. Надеюсь, информация вам будет интересна из этого видео. Благодарю за внимание.